Что не говорите, а есть в фехтовальном поединке своя романтика. Имя многократной чемпионки мира и Олимпийских игр Александры Ивановны Забелиной в течение 15 лет неизменно появлялась в верхних строчках протоколов крупнейших соревнований. А сейчас она тренер. Александра Забелина учит своих воспитанниц улавливать все скрытые нюансы спортивной дуэли в исполнении больших мастеров. Дело в том, что это не совсем обычный вид спорта. А вид спорта сложный чем? Все время твой мозг в напряжении. Но это сродни шахматам. Так и здесь ты бегаешь, ты перенапряжена, но ты видишь, ты угадываешь, ты где-то должен быть и интуитом, и психологом. И масса каких-то таких вот надо иметь качеств, чтобы выиграть один поединок. А я уж не говорю, что на Олимпиаде, участвуя в личных командных соревнованиях, пехтовальщики проводят около 30 или 40 боев. В универсальном спортивном зале «Дружба» состоялся 12-й традиционный турнир «Московская сабля». Эти соревнования, проходившие в канун Олимпийских игр, собрали самых сильных мастеров клинка из многих стран мира. В решающем поединке личных соревнований встретились четырехкратный олимпийский чемпион «Москвич» Виктор Каватусков и опытный венгерский мастер Дьорть Небальт. «Олимпийский мастер Дьорть Небальт» Например, с Виктором Каватусковым я вместе выступала лет пять. И когда я оставила спорт, ушла, он возглавил сборную команду Советского Союза. Конечно, мне близок и дорог этот человек, хотя бы тем, что он продолжатель наших традиций, наших побед. И я не могу спокойно смотреть, если вот хотя бы то, что он выступил, занял второе место, мне как-то немножечко уже за него горько. Преимущество всего в один удар позволило Небальту стать победителем турнира в личном зачете. Виктору Каватускову еще ни разу не удавалось выиграть турнир «Московская сабля». Зато на чемпионатах мира и Олимпиадах он побеждал не раз. А старинная сабля все-таки оказалась в руках Каватускова. Сборная Москвы, которую он возглавлял, выиграла командные соревнования.